П-36 по бокам, иногда ошибочна победа, советский магистральный пассажирский паровоз, выпускавшийся Коломенским заводом с 1950 по 1956 годы. По мощности он был эквивалентен паровозу «Серийс», но имел нагрузку от осей на рельсы не более 18 тонн сил, благодаря чему мог эксплуатироваться на подавляющем большинстве советских железных дорог, заменив паровозы «Серийсу» и заметно повысив вес пассажирских поездов. Последний паровоз «Серии» стал последним построенным паровозом для Коломенского завода и последним выпущенным в СССР пассажирским паровозом. Вопреки распространенному заблуждению, паровозом «Победа» является «ЛАНИП-36». Паровозы «Серии Л» выпускались с 1945 года и официально носили обозначение «Серии П. Победа» до января 1947 года. История локомотива. Предпосылки к появлению. К началу 1940-х годов основу пассажирского локомотивного парка советских железных дорог составляли паровозы «Серийсу». Эти паровозы были спроектированы в середине 1920-х годов и пользовались репутацией надежного и экономичного локомотива. Нагрузка от их движущих осей на рельсы была в пределах 18 тонн на сил, что позволяло эксплуатировать их на всех железных дорогах Советского Союза. Однако малой мощности сцепной вес этих паровозов не позволяли существенно увеличить вес пассажирских поездов. К началу 1930-х годов на Коломенском заводе был спроектирован, а в 1932 году построен новый пассажирский паровоз, который получил обозначение «Серийс» паровоз и заимел сцепной вес 80 тонн, а по мощности превосходил паровозу вдвое. По конструкции он был унифицирован с паровозом серии «ФД», что облегчало ремонт. В связи с этим, в 1934 году паровоз «СССР» был принят основной единицей пассажирского локомотивного парка. Однако из-за высоких осевых нагрузок данный паровоз не мог эксплуатироваться на большинстве советских железных дорог. Поэтому было выпущено лишь 649 локомотивов этой серии. После окончания Великой Отечественной войны в связи с восстановлением народного хозяйства, на железных дорогах сильно возрос объем пассажирских перевозок. Возникла необходимость в пассажирских паровозах с осевой нагрузкой 18 тонн сил. Поэтому уже в 1947 году на заводе «Красная Сурмова» был восстановлен выпуск паровоза в СУ. Так как к тому времени вес пассажирских поездов сильно возрос, то паровозы СУ часто работали двойной тягой. Для их замены требовался паровоз с более высокими тяговыми характеристиками, но с осевой нагрузкой не выше 18 тонн сил. Проектирование В 1946 году Всесоюзный научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта установил основные параметры для пассажирского паровоза. Исходя из двух установленных в то время номинальных значений нагрузок от движущих колесных пар на рельсе и 4 градации мощности, были разработаны эскизные проекты пассажирских паровозов. 3000 литров с типой 2,4,2 и 2,3, 2 с осевой нагрузкой 22,5 тонны силы, 2500 литров с типой 2,4,2 и 1,4, 2 с осевой нагрузкой 18 тонны сил, 2000 литров с типой 1,4,1 и 2,3, 2 с осевой нагрузкой 18 тонны сил, 1500 литров с типой 2,3,1 и 1,3, 2 с осевой нагрузкой 18 тонны сил. В результате анализов различных вариантов паровозов работники внешта пришли к выводу, что полностью удовлетворять всем эксплуатационным свойствам смогут паровозы типа 2,4,2 с осевой нагрузкой 22,5 тонны силы и 18 тонны сил. Так как наиболее нужным в то время был паровоз с осевой нагрузкой не выше 18 тонны сил, то в 1947 году Коломенскому заводу был передан заказ на постройку пассажирского паровоза типа 2,4,2. На заводе проектирование нового паровоза велось под руководством главного конструктора ЛС Лебедянского инженера Мегея Жилиным и Сулимцевым и другими. Первый паровоз в марте 1950 года было закончено изготовление первого опытного паровоза типа 2,4,2, которому присвоили заводское наименование П-36-0001, номер 0001. На нем были реализованы все достижения в области советского паровозостроения, цельносварной котел, механический углеподатчик, воздушный привод реверса, брусковая рама, водоподогреватель. Все буксы локомотива и тендера были оснащены роликовыми подшипниками. Его сцепной вес составлял 75 тонн, а общая масса в рабочем состоянии – 135 тонн. В том же году паровоз был отправлен на Октябрьскую железную дорогу в локомотивное депо Москва-Октябрьская. Там его подвергли тяжелым испытаниям, в ходе которых машинисты Н.А.А.ШАЦ несколько раз водил этим локомотивом грузовые поезда по участку Ленинград. Сортировочный московский «Ховрина» по графику пассажирских поездов испытания подтвердили хорошие тягово-теплотехнические качества нового паровоза. При форсировке котла от 70 до 75 кг сил локомотив развивал мощность от 2500 до 2600 литров, а при скорости 61 км в час в течение одного часа удалось реализовать сфорсировку 91 кг сила. При скорости 86,4 км в час была достигнута максимальная мощность 3077 литров, а максимально реализованный коэффициент полезного действия оказался равен 9,22%. Самый высокий среди всех советских пассажирских паровозов. При работе с поездами на участке Москва балогой паровоз П-36 на единицу работы потреблял топливо на 2% меньше, чем паровозы СУ. А при работе на участке Москва с куратого расход топлива у паровоза П-36 был на от 19 до 22% меньше, чем у паровозов из серийной паровозы. Так как результаты испытаний первого паровоза оказались положительными, Коломенскому заводу был выдан заказ на изготовление опытной партии подобных паровозов. В 1953 году завод выпустил паровозы номер 0002-0005, а в 1954 номер 0006, в отличие от первого паровоза. На них были установлены скользящие передние опоры, топки, усиленные буксы движущих колесных пар, саморегулирующиеся буксовые клинья. С целью снизить вес локомотива на паровозах номер 0002-0006 было установлено коносное устройство, упрощенная декоративная отшивка и снято тормозное оборудование с бегунковой тележки. Однако общая масса изменилась незначительно, так как при этом был усилен ряд элементов экипажной части движущего механизма. Эти паровозы были отправлены для испытаний на различные дороги, номер 0003-0004 на Московско-Курскую, номер 0002-0005 на Красноярскую, номер 0006 на Экспериментальное кольцо ВНИШТО. Внеся очередные небольшие изменения в конструкцию, Коломенский завод в 1954 году выпустил установочную партию паровозов. Эти паровозы были отправлены на Московско-Рязанскую и Октябрьскую дороги. Благодаря конструкционным изменениям сцепной вес был снижен до 72,4 тонны, а общая масса – до 133,2 тонны. Поэтому в конце того же года паровоз П-36 был принят серийному производству. В 1955 году Коломенский завод построил 125 таких локомотивов, а в 1956-90 в процессе их производства завод продолжал вносить некоторые изменения в конструкцию. Так на паровозах с номер 0037 были усилены подвески «Ресор» и стала применяться пароразборная колонка с цельнолитым корпусом. С номер 0104 число секций колосниковой решатки было увеличено с двумя до четырех, при этом их индивидуальный привод был заменен на групповой. Паровозы номер 0145 и 0146 в качестве опыта были оборудованы увеличителем сцепного веса, который за счет разгрузки бегунковых и поддерживающих осей увеличивал сцепной вес на от 6 до 6,5 тонн. Однако, едва начавшись, серийное производство было вскоре прекращено. Это было связано с тем, что в феврале 1956 года на экс-съезде КПСС было принято указание о широком внедрении электровозов и тепловозов, а также о прекращении строительства паровозов. 29 июня того же года Коломенский завод построил свой последний паровоз П-360251 на дверце дымовой коробки и дымоотбойных щитах этого локомотива. Было написано 1869 год, 10420-1956 год, последний паровоз постройки Коломенского завода МВВ Куйбышева. В тот же день того же года завод выпустил тепловоз Т-3001, тем самым окончательно перейдя на производство тепловозов. Конструкция Экипажная часть Ходовая часть паровоза состоит из главной рамы и двух двухосных тележек. Главная рама собрана из стальных прокатных брусков толщиной полотен 140 мм. Как у паровозов ЛЭВ, в передней части рамы расположен буферный брус, на который устанавливается автосцепка СА-3, а в задней части установлен стяжной ящик, который служит для соединения паровоза с тендером. Все оси паровоза оборудованы роликовыми подшипниками. Все колесные пары паровоза выполнены с дисковыми колесными центрами. Диаметр движущих колес составляет 1850 мм. Как у паровозов СУИС, ведущей колесной парой является вторая движущая ось. На нее непосредственно передается усилие от паровой машины. Для лучшего вписывания в кривые передние и задние тележки имеют возможность отклонения. При этом шкворень первой тележки находится в ее геометрическом центре, а у задней – в передней части. Отклонение первой тележки от продольной оси локомотива составляет плюс-минус 100 мм. Первой подъезжающей оси плюс-минус 70 мм. Задней подъезжающей оси плюс-минус 155 мм. Разбег первой, третьей и четвертой движущих оси составляет 5 мм. Ресорное подвешивание выполнено на листовых ресорах, которые соединялись продольными балансирами. Все ресоры разделялись на две группы. Также отдельные два точки подвешивания имела передняя тележка. Таким образом, вся система подвешивания паровоза была четырехточечной. Жесткость листовых ресор составляла 103 кг силы мм. Витах пружин – 109 кг сил мм. Котел на паровозе установлен мощный паровой котел, который имеет несколько избыточную производительность. Об этом говорит тот факт, что при работе паровоза на максимальной мощности и истощении котла не наблюдалось. Котел цельносварной, причем его гарнитура аналогична гарнитуре котла паровоза. В цилиндрической части котла расположено 66 дымогарных и 50 жаровых труб, которые по диаметрам такие же, как и на опытном паровозе П-34. Конструкция пароперегревателя также была такой же, как и у П-34. Топка котла была достаточно развитая с площадью колосниковой решатки 6,75 квадратного метра и с пневматическим приводом колосников. Также в топке были установлены четыре циркуляционные трубы. В дымовой коробке на первом паровозе располагался вентилятор, но из-за частых поломок его вскоре сменили на конусное устройство. Также это устройство устанавливалось и на серийных паровозах. Машина на паровозе установлена простая машина с диаметром цилиндров 575 мм и ходом поршня 800 мм. Цилиндры блочного типа и отливались полублоками заодно с золотниковыми камерами и опорами для котла. Эти два полублока соединялись болтами в один блок и устанавливались сверху на раму. Золотники были цилиндрическими диаметром 300 мм. В парораспределительный механизм был системы Гезингера, который достаточно удобен для ремонта и надежен в эксплуатации. Тендер к первому паровозу был прицеплен шестиосный тендер типа П-35, но с номер 0002 стали прицеплять шестиосный типа П-58. Ходовая часть этого тендера состоит из двух трехосных тележек с диаметром колес 1050 мм. Для подачи угля в топку на тендере установлен механический углеподатчик С-3, который размещен внизу угольного ящика и перемещает уголь с помощью трехвинтового конвейера. Приводом углеподатчика является быстроходная паровая машина. Прочий для повышения экономичности паровоз оборудовался водоподогревателем смешения конструкции Брянского завода. Для получения электроэнергии установлены два турбогенератора мощностью по 1 кВт. Также на паровозе П-36 была самая большая из всех ранее построенных советских паровозов будка машиниста. Эксплуатация паровоза П-36 направлялись на Красноярскую, Калининскую, Белорусскую, Сталинскую, Октябрьскую, Куйбышевскую и Северную железные дороги. На этих дорогах паровозы П-36 в основном работали на главных линиях с дальними поездами, где к тому времени, как правило, работали паровозы СУ. В частности, П-36 работали на линиях Москва, Скуратово, Москва, Рязань, Мичуринск, Москва, Рязань, Пенза, Куйбышев, Пахвестнево, Москва, Ленинград, Москва, Муром, Красноярск, Тайшет, Красноярск, Иланское, Москва, Минск, Синельниково, Мелитополь, Симферополь, Александров, Ярославль и другие. Замена СУ на П-36, который превосходил их по мощности вдвое, позволяла не только увеличить вес поездов, но и их скорости. Так, например, при переводе магистрали Москва-Ленинград на обслуживание паровозами П-36 время хода пассажирских поездов сократилось на 1 час 45 минут и составило 9 часов 30 минут. Лучший результат в регулярной эксплуатации для паровой тяги на этой магистрали. Участковая скорость при этом возросла с 50-10-8 до 69 км в час. Массовый перевод железнодорожных линий на тягу тепловозами и электровозами привел к отстранению паровозов П-36 и переводу их на отдаленные либо менее загруженные железные дороги. Так, уже в 1958 году паровозы перестали обслуживать пассажирские поезда на магистрали Москва-Ленинград. П-36 стали работать на Восточно-Сибирской, Забайкальской, Дальневосточной и Львовской железных дорогах. Но вскоре и на этих линиях паровозы стали заменять тепловозами и электровозами. По воспоминаниям ветерана Депо Макзона Е. Ефременкова, макзонские машинисты на 240-километровом плече до Карымской вплоть до 1973 года успешно водили на П-36 фирменный поезд. Россия одним паровозом по крутым склонами кривым Забайкальского пути, преодолевая Яблоневые перевалы и мастерские выдерживая расписание. И бежала Россия с во главе с красавцем паровозом по таким местам, где в пору на каждом километре восклицать, какая же необъятная страна. Последним годом работы П-36 считается 1974 год, когда их еще и эксплуатировали в Депо Могуча и Белогорск Забайкальской железной дороги. Тем не менее, на 1 января 1976 года в инвентарном парке МПС еще числились 247 паровозов П-36, которые находились на Белорусской, Северной, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорогах. Сохранившиеся паровозы в рабочем состоянии П-36-0-0-0-1 был восстановлен Депо Рославли и передан в Центральный музей железнодорожного транспорта. С 2006 года установлен в Музее Московской железной дороги на Рижском вокзале П-36-0-0-3-1 «Золотоуст». 18 июля 2012 года перевезен на станцию Красный Балтийц Московской железной дороги П-36-0-0-3-2 «Петербург» Сортировочный Московский, П-36-0-0-5-0 и П-36-0-0-6-4 «Прест» П-36-0-1-2-0 «Локомотивное Депо» имени Ильича, Г. Москва. П-36-0-2-1-8 «Экспозиционная площадка музея истории Северо-Кавказской железной дороги» используется в ретродвижении. В музеях П-36-0-0-2-7 и П-36-0-2-5-1 «Центральный музей Октябрьской железной дороги» на Варшавском вокзале П-36-0-0-7-1 «Нижегородский железнодорожный музей» П-36-0-0-9-7 Новосибирский музей железнодорожной техники, П-36-0-1-2-3 Железнодорожный музей в Мукране, П-36-0-1-8-2 Челябинский железнодорожный музей, П-36-0-2-2-8 Железнодорожный музей Дундгол в Г. Улан-Батор, П-36-0-2-3-9 Самарский железнодорожный музей, П-36-0-2-4-9 База запаса музея Октябрьской железной дороги на станции Шушары, П-36-0-2-5-0 Ташкентский железнодорожный музей, Паровозы, Памятники П-36-0-0-9-1 Сковородина, П-36-0-0-9-4 Белогурск, П-36-0-0-9-6 Севербайкальск, П-36-0-1-0-7 Станция Иркутск-Сортировочный, П-36-0-1-1-0 Макзон, П-36-0-1-1-1-1 Орша, П-36-0-1-2-4 Локомотивное депо ПГТ Чернышевск, П-36-0-1-1-1-1-1 П-36-0-1-4-7 Шарья, П-39-0-1-9-2 Станция Тайга, П-36 Филателлии, П-36 Популярный сюжет железнодорожной Филателлии, изображение паровоза П-36, в частности, появлялось на почтовых марках, выпущенных 23 февраля 1972 года почтовым ведомством Венгрии. Изображение локомотива также имеется на марке Йемена, современной Монголии, дважды паровоз появлялся на почтовых марках Бутана, на почтовых миниатюрах, выпущенных 24 августа 2005 года, изображены паровоз П-36-0-0-9-7 и паровоз П-36-0-0-3-2 28 августа 1999 года П-36 появился на почтовой марке Гренады, 27 января 2004 года марка с изображением П-36-0-0-3-2 была выпущена почтовым ведомством Палау, 13 декабря 2004 года паровоз П-36-0-0-3-1 появился на почтовой марке Либерии. Также локомотив был изображен на почтовых миниатюрах Антигуа и Барбуды, а также ее зависимой территории Барбуда, Гаяны, Гренады, Таво, Гамбии, Танзании, Мальдив, Гвинеи, Сьерра-Леоны, Каморских островов, острова Сент-Винсент и округа Гренадины На полях почтового блока Республики Гвинея, изданного 7 декабря 2007 года, изображен паровоз П-36-0-0-3-х с барельефным изображением лидеров СССР, Ленина и Сталина. В 2003 году почтовое ведомство Эритрея объявило незаконным выпуск почтового блока с маркой с изображением паровоза П-36. Примечательно, что почтовые ведомства ни СССР, ни Российской Федерации не выпустили ни одной почтовой марки с изображением П-36. Есть примечательный факт. Как правило, на фронтоне всех паровозов П-36 располагалась как и на паровозах Л и Л в красная звезда с барельефным изображением руководителей СССР в и Ленина и в Сталина. После десталинизации начатый экс-экс съездом КПСС, центральный элемент звезды с изображением советских вождей с паровозов демонтировался и, как правило, заменялся на изображение герба СССР. В настоящее время изображение Сталина и Ленина, в частности, сохранилось на паровозе П-36-0251, расположенном в Центральном музее Октябрьской железной дороги на бывшем Варшавском вокзале Санкт-Петербурга, а также на паровозах П-36-0027 и П-36-0032.